Итак, сегодня надо вспомнить про Украину. Война продолжается. СВО. 29 августа, во вторник в этом году, в 2023 год войны и разрушения конфликтов завоеваний Арии с Марс, в Украине, повторяю, во вторник, в день Иоанна Крестителя, отдавшего свою жизнь за спасение людей, арестованный незаконно, содержавшийся в темнице незаконно, убиенный в итоге. Значит, в этот день, во вторник, Иоанн Креститель, покровитель вторника, в день Архангела Гавриила, благовестника Божия, в Украине отмечался день памяти погибших в АТО, участников АТО, на войне в Донбассе. Вот этот самый карлик, наркоман Зеленский, в среду рожденный, учредил этот праздник в 2019 году. Это его заслуга. Учредил в четверг. Тогда это был четверг. То есть героизация пошла ветеранов АТО. Те, кто воевал на Донбассе против нас, против мирных жителей, против добровольцев Донбасса и Луганска. И вот в этот раз выпало это на вторник. Вторник. 29 августа, я видео записывал, был день перенесения из Эдессы в Константинополь спасения рукотворного образа, убруса. То есть этот день был святого образа, который является покровителем русской армии, русской армии. Вот образ, этот образ на знаменах был, когда русская армия наступала или перемещалась куда-то. Я видео записал, я подтверждаю, что это означает для русской армии, что мы будем участвовать в войне еще долгое время. Два года минимум, а то и три. Все уже идет к тому, что три. По разным вот тем датам, которые я вам озвучиваю в видео. Все длиняется, эта история. Это там решают. Сначала, может быть, не было известно никому, а теперь понятно, что эта история в долгую. И вот во вторник, когда выпадает день памяти погибших участников АТО, это вторник. Это смерть, кровь, ранение, гибель и так далее. Это война. То есть день памяти АТОшников в Украине выпал на день войны. Год и день войны. И на день образа, спасания нерукотворного образа. А это не украинский символ, не украинский знак. Это православные, русские в основном. Великорусские, я бы даже сказал. Царский, императорский, стяг. Стяг, который давал нам победу. Победу во всех войнах. Мы этот стяг до большевизма в русской армии использовали очень долгие годы. Потому что спас нерукотворный нас спасает. И вот этот еврей с украинскими корнями, Зеленский Владимир Владимирович, или как он там забыл уже, неважно, значит, учредил этот праздник. Поэтому проблемы серьезные. У Украины. То есть смерти, 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 гибель, 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 кровища кругу. И таких ветеранов будет еще больше, больше и больше. И уже не только на Донбассе, уже везде. Так что этот праздник, когда-то учрежденный им сразу после выборов, в мае его выбрали, представьте, в мае 19-го, а в августе он уже день памяти Атошников учредил, как памятную дату. Во как! Товарищ старался, работал. И вот этот день растворился в общей потом беде, которая уже больше полутора лет, значит, уничтожает Украину по делам ее, как сказано в Евангелии. По делам узнаете их. Вот об этом я должен был вам сказать. Потому что в тот день, когда я записывал про 29 августа, я забыл эту дату, недавно посмотрел, и надо ее озвучить. Поэтому ничего хорошего Украину не ждет на ближайший год. А смерти, смерти, гибель, гибель, и ветеранов, и увеченных, и убиенных будет и в Донбассе, видимо, невидимо, и далее по всем фронтам. Вот о чем я хотел сказать. Это главный такой прогноз. То есть сейчас вторник целый год до следующего августа, потом четверг, прыжок на один день, а потом Голгофа, пятница. Так что повоюем еще. И за Донбасс мы, русские, у которых стяг спас нерукотворный образ, и за все остальное, за все остальное Украину. Вот такая история. Спасибо, что выслушали. Видео короткое, потому что надо это было застолбить и озвучить эту дату обязательно. Ставим лайки, подписываемся, распространяйте это видео. Жду на приеме личном. Даты все есть, данные все есть. Идем дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...